Всем привет! 170 выпусков! Именно столько Тикитон Лайв ждал, чтобы к программе приложил руку сам Квентин Тарантино. Ну что, кто скучал по рекам крови и жестоким расправам от старого доброго Квентина? Ваше время настало! Правда, на этот раз все произойдет по-новому и с новыми героями. Гений режиссуры расскажет историю, которая произошла однажды в Голливуде. Я взял тебя, потому что ты актерник, а не сраный ковбой. Покажи, на что ты способен! Как заявил Тарантино, фильм соткан из множества параллельных историй и будет наиболее близок к его ранней картине «Криминальное чтиво». Необычный для режиссера, но сумасшедший актерский состав. Ди Каприо, Брэд Питт и несравненная красотка, царица главных женских ролей Марго Робби. Ну и без него никуда, и изюминкой всего этого кекса станет Аль Пачино. Кстати, Ди Каприо впервые с 2015 года снялся в фильме, с момента получения долгожданных статуэток. Уже актерский состав дает уверенность в том, что получился отличный фильм. Ну и еще кое-что. Лето, Лос-Анджелес, 69-го года, солнце, пыль и молочный линколь. Бывшие звезда телешоу и его приятель-дублер, которые ищут способ пробиться в большое кино. Их делать это им нужно сквозь музыканта-убийца Чарли Мэнсона. В этом городе все может измениться по щелчку. Постой! Ты Рик Чёртов Далтон! Не забывай! Однажды в Голливуде Перейдем к другому феномену. Феномену кей-попа. Bring the Soul, the Movie. Следующая премьерная картина. Для тех, кто по какой-то причине до сих пор не знаком с творчеством группы BTS, скажу, что группа собирает миллионы просмотров на YouTube-канале и имеет многотысячную армию поклонников по всему миру. В январе этого года на показ концерта группы BTS в кинотеатрах пришло более 200 тысяч зрителей. Ежедневно к показам присоединялись десятки городов. Концерт в кино стал настоящим праздником для поклонников группы. После твоего знакового тура Love Yourself BTS триумфально возвращается на экраны кинотеатров и теперь группа, сияющая ярче софитов на сцене, приглашает нас за кулисы. Картина позволяет заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссию участников в перерывах между концертами. Такое кинематографическое чудо невозможно пропустить. Переходя к кинозборам, скажу, что на вершину стремительно взлетел с самого-самого разгона «Форсаж» и пока не собирается уезжать во Свояси. Картина во главе с Хоббсом и шоу уже на премьерной неделе собрала больше 328 миллионов тенге. На втором месте разместился «Король лев», который за прошедший уикенд собирает 92 миллиона тенге и в общей сумме Казахстан приносит Диснею почти миллиард тенге за три недели проката. На третьем месте кинозборов «Тикитон» фильм под Джунхо «Паразиты». За прошедшие выходные картина собрала 16,5 миллионов тенге. Чуть-чуть передохнули от кип-попа и снова к нему возвращаемся. Рейтинг самых ожидаемых событий Казахстана возглавляет на этот раз казахстанская альтернатива корейскому музыкальному направлению. Основоположники нового музыкального жара в Казахстане группа Ninety One выступит в Нур-Султане 9 августа. Уже успевший прогреметь с нашумевшими хитами, как «Муз», «Айтпама», «Олайни» и покоривший миллионы сердец, бойс-бенд Ninety One решил порадовать своих поклонников большим сольным концертом. Примечательно, что группа каждый раз после концерта делает фан-встречи и автограф-сессии. Этим она отличается от многих других, что не может не радовать поклонников. Но Тикитон продолжает делать прогнозы на футбольные матчи. Правда, оправдались они в прошлый раз только наполовину. В следующий квалификационный раунд из всех казахстанских команд идет только столичный футбольный клуб «Астана», с чем мы и поздравляем всех болельщиков Нур-Султана. По итогам жеребьевки подопечный Григорчука сыграют с командой из солнечной столицы Мальты футбольным клубом «Валетта». Тем не менее, прогностики тонны один, без пропущенного мяча в свои ворота. В рейтинг самых ожидаемых событий Казахстана также попали фестиваль «Форе», который начнется уже 15 августа, также снежное шоу славы Палунина, а еще юбилейный концерт Сусо Павляшвили и выступление Ефима Шифрина. Настало время подвести итоги нашего еженедельного розыгрыша. Итак, обладателем двух билетов в кино на этот раз стал пользователь по имени Бако Герлан. Поздравляем и желаем приятного просмотра! Если в вас живет непреодолимое желание посетить кино бесплатно вместе с Тикитом, подписывайтесь на наш YouTube-канал и оставляйте комментарии со словами «Я участвую» прямо по данным видео. Желаю удачи! На этом у меня все. Я надеюсь, что теперь вы точно знаете, как проведете свое ближайшее свободное время. Желаю вам приятного досуга! Пока-пока!